Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона. И мы находимся уже в 19 главе. У нас сейчас урок идет параллельно и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в записи. Представляете, каждый урок смотрит до 10 тысяч просмотров. До 10 тысяч человек знакомятся с великой мудростью Торы, с изложенной царем Соломоном Шлома Мелых, который изложил это в книге Мишлей, притчи. И дальше я, слава Богу, изучаю эту книгу с комментариями Раши, Равшлома Эцкати, Малбим, Равмейр, Лейбуш, не помню, как его фамилия заканчивалась, сокращение Малбим, и Минсудат Давид, есть такой комментатор. Я все эти три комментарии изучаю и вам вкратце излагаю в современной интерпретации, используя примеры, понятные нам. Потому что царь Соломон использовал примеры, понятные очень хорошо людям того времени. Он с ними говорил на одном языке, и он хотел вот эту выдающуюся, нереальную мудрость Торы объяснить понятным языком. И мы тоже пытаемся сейчас это понять. понять, запомнить. Ведь когда ты учишь что-то, понять это только первый шаг. Не, первый самый шаг, знаете, в обучении, первый шаг самый главный, это намерение. То есть, когда ты учишься, ты этим демонстрируешь явно свое намерение приблизиться к Богу. То есть, ты хочешь узнать, чего Бог от меня хочет. Это уже само по себе это намерение, оно играет колоссальную роль. И чем оно сильнее, тем больше открывается. То есть, чем больше у тебя есть, как говорил царь Соломон в первых главах, он говорил, им как кесев, ты хапсена, если ты будешь искать Тору, как люди ищут серебро, выка матманим, ты дрошена, то есть, если ты будешь ее искать, как люди ищут сокровища, выезжали раньше на посте сокровищ, на всю жизнь там, на какие-то острова искали. Остров сокровищ, есть такая книжка. Аставин и Раташем. Тогда ты поймешь страх перед Богом в Эдаат Элотим Тимца. И ты познание всесильного Бога найдешь. То есть, первый шаг в изучении Торы, это намерение. Намерение, чем оно сильнее постигнуть Тору и привлечься к Всевышнему, тем лучше. Второй шаг, это понять. Вот тут мы как раз для этого изучаем с комментариями, с примерами. Можно посмотреть, обязательно я советую посмотреть, потом еще другие комментарии, погуглить. Понять. Но на этом только это начало, это как намерение, это как распахать землю. Понять, это как положить туда семена. А теперь же за семенами надо ухаживать. Как ухаживать за знанием, которое ты понял? Повторение мать учения. Повторение мать учения. И мы учили в Пертеевод. Тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет. Представьте, посеял человек, такой труд вложил. И не собирает урожай потом. Потому что, если не ухаживать за семенами в земле, то они или засохнут, или сорнятих съедят. Поэтому знание, которое ты понял, ты должен повторять. Теперь, и тут нам опять мудрецы приходят на помощь и говорят нам, Алумет, Альманат, Лиламет. Тот, кто учит, чтобы обучать. Тому с неба помогают и изучать, и обучать. И это поэтому я вот обучаю, потому что я хочу изучать и понимать, и хочу сам понять хорошо. Я для этого обучаю. Но есть еще более высшая ступень. Алумет, Альманат, Лаасот. Тот, кто учит для того, чтобы делать, чтобы сразу это применять в своей жизни, чтобы жить по Торе. Тому Маспетим Баэдо дают ему с неба помощь. Лильмот, он будет учиться. Лиламет, он будет обучать. Лишмор, он это сохранит. Веля Асот, он будет делать. Поэтому должно быть намерение очень четкое. Не просто понять. Вот сейчас мы собрались. Да, типа, интересно сейчас. Ну вот, что же царь Самон расскажет. А именно понять, запомнить и применить. И обучить. А обучить это средство. То есть, когда ты учишь, чтобы обучать, это лучшее средство. Поэтому я вас очень прошу, в конце каждого занятия сделайте свои выводы, свои личные резюме такое. Прям напишите, потрудитесь буквально минуту, чтобы эти семена, которые вы поняли, чтобы эти семена проросли в вашей жизни здоровьем, счастьем, деньгами, духовным ростом и всеми теми плодами, которые являются плодами правильного мышления. Потому что если у человека неправильная система мышления, он может быть очень активный, он может быть очень там какой-нибудь прямо умный даже. Но если он идет по городу с неправильной картой, то он заблудится. Поэтому Тора это карта жизни, по которой вот если ты ее имеешь, все будет великолепно. А мы дошли до 25-й отрывок 19-й главы, в которой царь Соломон нам дает воспитательные советы. Сейчас у нас идет полностью все про воспитание. Сейчас у нас урок педагогики. У кого еще есть дети, значит, вы сейчас все поймете. А у кого нету детей, или там нет пока, или уже они выросли, вы поймете свои ошибки, педагогические ошибки, если они у вас были. Значит, советует нам царь Соломон в 25-м отрывке 19-й главы так. Значит, переводится это так. Бей насмешника, говорит он. Бей насмешника. Представьте, вот это вот воспитательный момент интересный. Вепети яарим. И наивный сделается таким хитроумным, умным. То есть, бей насмешника, а наивный от этого будет учиться. Как помните, у нас было, бей своих, чтобы чужие боялись. Здесь царь Соломон нам советует бить насмешника, чтобы наивные стали умными, благоразумными. Веухи ахленавон явин даат. И тот, кто вещевает разумного, значит, он разумный поймет наставление. Он поймет просто объяснение. Значит, здесь царь Соломон нам вводит категории людей, категории детей, категории людей. Я думаю, что воспитывать этот процесс никогда не поздно. И Бог, Он нас воспитывает до последних дней жизни. И все события, которые происходят с нами, это воспитательные процессы Всевышнего, который хочет, чтобы мы развивались, чтобы мы становились лучше, чтобы он мог дать нам заслуженную награду за то, что мы правильно действуем. И вот говорит нам царь Соломон так, что есть категории людей, первая категория называется насмешник. Значит, насмешник это тот, который насмехается над мудростью, над торой, над всем он насмехается. Есть такая категория людей, они непробиваемые. Говорит про насмешника Рамхаль, что увечевать насмешника это как стрелять стрелами в такой щит, смазанный жиром. То есть в то время как бы все понимали, а, ну конечно, щит смазанный жиром, стрела соскальзывает. Но мы можем просто об этом представить. Я думаю, никто не видел, как стреляют в щиты, смазанные жиром. Но идея такая, что если щит вот такой вот под углом, и он еще смазан чем-то скользким, то стрела, попадая в этот щит, должна вот так вот улететь в другую сторону. Значит, насмешники, они, у них свойство мышления такое, что он все превращает в абсурд. То есть он, насмешник, он, как бы это называется, рефрейминг. Есть, например, есть насмешник, а есть веселый человек. Что делает веселый человек? Он берет ту же самую, ту же самую реальность, с которой взаимодействуют невеселые. Яркий пример – это пессимист и оптимист. Пессимист смотрит на стакан полупустой и видит полупустой стакан. Оптимист смотрит на этот же стакан, видит полуполный стакан. А Сальвадор Дали, он видит в стакане слона. Он видит, что это слон, а не стакан вообще. Так вот, насмешник, он насмехается, он издевается. Он берет даже мудрые вещи, хорошие вещи, какие-то лирические вещи, сентиментальные, там, умные вещи. И он это все превращает в абсурд. Веселый человек, он это превращает все в комедию. Грустный человек, он превращает все в грустность. Например, какой-нибудь там параноик, он превращает все в трагедию. Если эти люди, они из всего делают трагедию, прям вообще. А вы что не знаете, что вообще по телевизору говорят, пандемия, там, и так далее, и так далее. То есть, одну и ту же информацию воспринимают разные люди и превращают ее в абсолютно разный фильм. Каждый живет в своем сериале со своим сюжетом, как говорится. Теперь царь Соломон нам говорит, бей этого насмешника. То есть, если он насмешник, его надо бить. Значит, и что? Упытия Рим и наивный, то есть, насмешник, он неисправимый. Его просто надо бить. Об этом, кстати, мы говорим в Пасхальной Агаде, когда есть четыре сына в Пасхальной Агаде. И первый сын, который в Агаде называется злодей, ему написано, выбей ему зубы и скажи остальным сыновьям, его бы Бог не вывел бы из Едипта. То есть, почему? Не ему скажи, тебя бы Бог не вывел из Едипта. Ему что-то говорит злодею, вот этому насмешнику. Нет смысла. Его хоть бей, хоть объясняй, хоть что ему делай, он все над всем насмехается. Он неисправимый. Но, если ты его не будешь бить, тогда рядом сидит с ним наивный и скажет, а что он правильно все говорит? Он все правильно говорит, вот этот человек. Он, значит, что он? Если с ним все хорошо, так что, значит, я помню, я разговаривал с одним, у нас был диспут, с одним таким, ну и он не совсем насмешник. Очень сложно развешивать ярлыки, но он был, как бы выступал против мудрецов Торы. И он говорит, а вот у меня сосед там ездит на Мазерате. И что, типа? И что? Он, значит, а он не соблюдающий. Я ему говорю, нет, говорю, скорее всего, он соблюдает в тайне заповеди. Скорее всего, его родители были вообще святые люди, которые, их заслугу он сейчас обналичивает. Скорее всего, значит, если же он, даже если он злодей по-настоящему, а ты говоришь, что вот он ездит на Мазерате, то есть в его представлении это все, счастье в жизни. Так он, может, умрет скоро, может, он уже болен и так далее. То есть, когда мы видим какую-то любую точку информации, то насмешник, он ее, ну, как бы может вот так вот ее раскрутить. Теперь надо его бить, этого насмешника. Тогда наивный, который не понимает в жизни, он смотрит и говорит, а, вот это злодей, он против Торы, против мудрецов. Его ударили, ему больно, жизнь ударила, там, и так далее. Я тогда становлюсь благоразумным. То есть, люди наивные, им объясняй, не объясняй, они не понимают. Это второй тип людей. Люди наивные, они односложные. Ему сказали, он сделал. Ему показали, он сделал. У них все очень четко. Поэтому, вот, есть яркий пример, как воспитывают, например, советуют. Ну, я лично так делаю, во всяком случае. Я не знаю, кто так еще советует. Я советую делать так. Так, маленький ребенок лезет в розетку. И когда он лезет пальцами в розетку, он не понимает, он еще не разговаривает. Ему ты не можешь объяснить, что там ток и так далее. Как я делал? Я вот так вот руку подносил к розетке, бил себя по руке, аааа, и кричал, что мне так больно, что просто вообще ужас. И ребенок, он видит, что розетка больна, розетка больна. И он сам уже боится туда руку засовывать, потому что у него уже как бы сложилась схема, что если подносишь туда руку, то идет удар и больно. Я так воспитывал своих детей. Теперь, здесь тоже самое царь Соломон советует. Бей на смешника. Тогда наивный, он увидит, что ему плохо и что он умудрится. Он сделается благоразумным. В ухе Ахлиновон есть третья категория людей. Третья категория людей, я думаю, что у нас вот собралась здесь как раз третья категория людей. О них царь Соломон говорит, увещевай разумного. То есть, объясняя разумному, как работает увещевай, это ты ему говоришь, смотри, надо жить правильно. Есть добро, есть зло. У человека есть тяга больше козлу, потому что у него внутри есть внутреннее животное. И, значит, если человек разумный, он понимает причинно-следственные связи, он интересуется Торой, он хочет понять, как работает, тогда его надо увещевать. Ему нужно объяснять причина, следствие плоды. И в ухе Ахлиновон объясняй причинно-следственные связи разумному человеку, ребенку и так далее. Он поймет, даат, это наставление, то есть он поймет, даат, это уже общая картина мира, он поймет, как все работает. Навон. Навон это тот, кто понимает вещь из вещей, тот, кто понимает причинно-следственные связи, тот, кто готов слушать. Понятно, вот нам царь Соломон рассказал три категории в воспитании, в воспитании людей, в воспитании себя, в общении. И если вы встречаетесь с человеком, который насмешник, то смысла нет, нужно просто всем окружающим сказать, что он псих сумасшедший, что. И тогда, может быть, вот этот вот наивный, он поймет, а умный, он сразу разберется. Понятно, да? Все, двигаемся дальше. В 26-й отрывок царь Соломон нам приводит очень важную вещь, которая касается тоже воспитания. Он продолжает, продолжает он эту тему воспитания, потому что, в принципе же, все Мишли – это воспитание. То есть, он хочет нам, людям, которые готовы услышать царя Соломона, объяснить, как работает мир. И от имени Бога, от имени Торы, объяснить, как в этом мире жить, что такое добро, что такое зло, как надо действовать. И вот он нам приводит такой пример. Значит, Мишадет Аф дословно переводится «разоряет отца», то есть, как бы, грабит у отца. Явриах Эм прогоняет мать. Бен Мевиш, сын позорный. У Махпир, и Махпир – это тоже, ну, бесчестный такой, позорный. Значит, тут нам надо понять, чуть-чуть нам это непонятно, устройство общества в то время. Это все-таки написано 3000 лет назад. 3000 лет назад во всем, я не знаю, как во всем мире, в Израиле, и сейчас во многих восточных мусульманских странах, примерно вот было так тогда в Израиле, как сейчас в мусульманских странах, положение женщины было достаточно, относительно сегодняшнего дня, очень подчиненным и бесправным. То есть, женщина, ее, она, вначале она была полностью в управлении отца, и у отца были огромные права на свою дочку, вплоть до того, что он мог ее там и замуж выдавать без ее согласия в любом возрасте, и, ну, огромные были права. И потом, такие же права на нее переходили у мужа, то есть, она вообще, очень у нее было подчиненное положение, причем у мужа могло быть 4 жены сейчас у мусульман, у евреев тогда было, у царя Давида было 18 жен, а у царя Соломона было 700 жен. Представьте себе, сколько было, прям, чем, ну, вот, гарем прям 700 жен у него был. Теперь у Яакова, праотца Яакова, у него было 4 жены, то есть, было это, у Ицкака была одна жена, у Авраама, видно, у праотца Авраама была одна жена Сара, и потом она ему дала свою служанку Агарь в жены, то есть, у него было, можно сказать, 2 жены. Потом Агарь начала плохо себя некрасиво вести, и что должен был сделать Авраам? Там он обратился к Богу, Бог ему сказал, а, там была вот такая история. У Авраама было 2 жены, и Агарь стала без уважения относиться к своей госпоже Саре, то есть, несмотря на то, что ее Сара отдала в жены Аврааму, но, тем не менее, Сара была старшей и главной женой Авраама, а Агарь была ее служанкой, и она стала без уважения относиться к Саре, и Сара начала ее притеснять, и Агарь вначале убежала, но ей ангел сказал, вернись, потому что Сара права, ты не можешь относиться к ней без уважения. Хорошо, значит, Агарь вернулась, и ангел ей сказал, потом рождается сын Ишмаэль, и этот сын Ишмаэль начинает служить идолам, и начинает он очень плохо относиться к Ицкаку, сыну Сары, и это абсолютно сплошь и рядом, все вот эти вот, в чем была главная проблема вот этого брака, когда было у мужчины много жен, что сыновья от каждой жены ненавидели сыновей от другой жены, и у них было очень огромное вплоть до убийства, у них были такие взаимоотношения, что они готовы были друг друга убивать, и, значит, это было очень сложно в воспитательном плане и так далее, но так было в то время принято. Теперь написано так, что если сын, он позорный сын, что значит сын позорный и бесчестный? Он ведет себя, как вел себя Ишмаэль, например, служил идолам, пренебрегал Ицкаком, сыном, своим братом по отцу и так далее, он его хотел убить вообще, то есть есть комментарии, он его хотел убить. Он в этот момент, кого он больше всего подставляет? Он подставляет свою мать, потому что отец, которому жена родила вот такого сына, он на кого будет обижаться? На мать. Он скажет, смотри, я отец, вот у меня есть четыре жены, от этой жены у меня сыновья хорошие, от этой жены сыновья плохие. Я какой есть, такой есть, я одинаковый. Значит, хорошие сыновья, это заслуга мамы, плохие сыновья, это ответственность мамы. То есть это как бы логика отца. И получается, что этот сын, который позорный и бесчестный, он своим поведением, он своим поведением, он заставлял, как бы, являлся причиной того, что отец выгонял его мать. Но когда отец выгонял мать, то он должен был ей дать, у них был брачный договор. И в брачном договоре точно написано, что при разводе отец должен матери выплатить какую-то сумму, которую они до свадьбы, они договариваются. Получается, что когда сын является причиной того, что он, отец выгоняет его мать, и он ей выплачивает деньги, получается, сын своим поведением грабит отца. То есть он, отец-то отдает же эти деньги? Отдает, значит, он его как бы ограбил. И прогоняет мать, то есть мать остается одна, без мужа, без этого. То есть в то время это было дико страшно. И так получилось с Агарио. То есть Авраам очень страдал от этого, но из-за неправильного поведения Ишмаэля. Сара сказала, не будет сын этой Агари, не будет сын вместе с моим сыном жить и не будет тебе наследовать. Выгони его. Авраам говорит, как я его выгоню? Это мой сын, это моя жена. Он был очень добрый человек. Мы знаем про Авраама, что его главное качество это было хесед, милосердие. То есть он был добрейший вообще человек, который хотел всем сделать только добро. А Сара ему говорит, нет, вот так вот. Он обращается к Богу. И Бог ему дает пророчество. Говорит, делай, как скажет Сара. В этом случае сделай, как скажет Сара. Выгони Агари и сына. И значит, не волнуйся, Бог о них позаботится. То есть Бог из него сделает великий народ, все будет хорошо. И Авраам, вот это было одно из испытаний Авраама, насколько он слушал Бога. Его, что ему говорило о его сердце? Не хочу сына, это его сын, у него родился он 87 лет. Он всю жизнь ждал, что у него будет сын. И Ишмаэль в итоге исправился. И Ишмаэль в итоге пришел на похороны Авраама. И есть вот этот вот камень в мете. Мусульмане говорят, что это то место, где Авраам обучал Ишмаэля Тори. И там есть отпечаток на Ди Авраама. И значит, когда были похороны Авраама Авину, праотца Авраама, то Ишмаэль пришел. И что интересно, он, написано в Торе, что он шел вторым за Ицхаком. То есть он признал то, что Авраам передал духовную, духовную главную силу Ицхаку. И Ишмаэль, он признал это. То есть скромность и умение преодолевать свое эго, это является одним из главных качеств великих людей, пророков. И вот Авраам, это было его испытание, Авраама Авину, праотец Авраама, что когда он очень не хотел выгонять Ишмаэля, он очень не хотел выгонять Агарь. Но если ему Бог сказал, что сделай это, он, в предании говорят, что в это время Ишмаэль был болен. Он болен, он ходить даже не мог. И он положил Ишмаэля на плечи Агарь, дал ей один мешок такой был воды, и сказал, все, иди, так Бог сказал. Представляете? Вот такая вот была история. Теперь сын должен об этом думать и помнить об этом, что каждый его поступок, он влияет на родителей. Мы знаем из Торы, что, например, царь Давид, у него было 18 жен. И у него были такие ужасные дети от других жен. Вот царь Шломой, это был сын Батшевы. Но другие у него были сыновья, которые один сын изнасиловал сестру от другого брака. Другой сын восстал, а в Шолом восстал на царя Давида и против него сделал войну, хотел убить своего отца, поднял войну. Представляете, то есть это ужас было, да? Почему? Царь Давид был праведник вообще нереальный. Мать, она очень сильно передает детям многие вещи, поэтому мы должны 10 раз подумать, когда женимся. и в воспитании тоже быть очень-очень, ну, как бы вкладывать в это свои знания и очень молиться. То есть молитва, она, конечно, тоже помогает очень сильно в воспитательных вопросах. Во всех вопросах молитва очень сильно помогает и за детей, и специальные молитвы за детей. И, в общем, надо молиться. Что делать? Если дети уже выросли, надо только за них молиться. Все, дорогие друзья, удачи, успехов. Желаю вам всем, чтобы мы покаместь, у нас у каждого внутри есть и ребенок, и насмешник, и такой, и такая часть, и такая часть, и животное, и ангел. И все это нужно применять очень сильно на себя. Поэтому сделайте, пожалуйста, три своих вывода после урока. Вот Максим Перенчук, он делает классные выводы. Он работал в Ernst & Young. И когда люди работают в аудиторских компаниях, видите, он четенько у него все выводы, все. Я вам советую тоже и почитать чужие выводы, потому что повторение мать учения. Все, до завтра. Счастливо. До завтра.